Ну и кроме того, что мы работаем с закрытым ключом, сисионный ключ генерим, у нас еще может быть задача распределения открытого ключа. Ну, как мы знаем, у нас есть генерится закрытый и открытый ключ. Открытый ключ мы можем передавать. Но как мы можем быть уверенными, что это именно ключ того человека, на которого он указывает? Каким образом можно распределить ключи? Ну, самый простой. Боб. Сайт заводит, на котором помещают свой ключ. Боб. Ключ. Оба. И Алиса скачивает сайт этот ключ себе и делает сообщение с помощью этого ключа. Вот. Таким вот образом все это работает. Что у нас тут? А мы совсем не уверены, что мы скачали ключ Боба. Ева может заблокировать сайт Боба и вообще поставить свой такой же сайт. И Алиса будет работать с документами, считая, что она подписана Бобом. А это все Ева подделывает. Не подходит такой простой способ. Не очень хорош. Другой способ. Давайте мы сделаем центр доверия. То есть некий открытый каталог, куда мы будем складывать ключи. Причем мы доверяем этому каталогу и можем проверить, что это этот каталог. Там все ключи опять же централизованы. Мы им доверяем, а это скачиваем. Вот у нас такой центр доверия с каталогом всех ключей. Как мы можем улучшить просто вот этот каталог? Это сделать управляемый центр доверия. То есть при отправке ключа мы будем добавлять в него, скажем, метку времени и подпись вот этого центра доверия. Метку времени, подпись. То есть Алиса говорит, что хочет получить ключ Боба, посылает сообщение, запрос посылает и центр присылает открытый ключ Боба, добавляя метку времени и это подписано ключом центра. Алиса знает ключ центра, прочитывается, проверяет, если все хорошо, то она получает ключ Боба и уже с ним может работать. Недостатки какие? Плохо масштабируется данная технология. Все подключаются к одному. Боба, бутылочное горло у нас возникает к одному серверу, получает туда информацию. Что можно сделать? Следующий шаг — это создание сертификата. То есть Боб обращается в центр сертификации. Это некий общенациональный или общемировой центр. У него есть свой ключ, который всем известен, ну, как самый простой, его во все броузеры положили в файлы операционной системы. И этим ключом подписывается ключ Боба. Ну, естественно, мы каким-то образом проверяем, что это именно Боб, а не кто-то другой. Соответственно, теперь мы можем послать этот ключ и сайта, скажем. И мы проверяем сертификат этого ключа. Если он подписан известным центром сертификации, мы доверяем этому ключу. Ну, как вариант, когда вы по протоколу HTTPS подключаетесь, вы скачиваете сертификат с сайта, и ключ с сайта скачиваете и проверяете его с помощью сертификата центра. Как я уже сказал, у основных центров они сертификат представляют производителями операционных систем броузеров. Он зашит в броузере. Броузер по этому сертификату прозрачно для пользователя проверяет приславный ключ. Если нет проблем, то начинается работа. А если же ключ не подписан центром сертификации, ну, это так называемые самоподписанные ключи, то будет вопрос, а доверяете ли вы этому ключу, чтобы использовать его. Потому что, как бы мы в данном случае не используем центр сертификации. Ну, и центр сертификации это хорошо. Но, чтобы все работало прозрачно и масштабируемо, хорошо бы принять стандарт всех этих ключей и сертификатов. Ну, естественно, вот у нас тут стандарт X509. X это означает ISO оси, да? 109. Значит, стандарт ITU X509. Он задает структуру нашего описания сертификата. И для структуры используется ASN1. Ну, это стандартный формат иерархического текста. Ну, вот поля такие имеют. Ну, и вот. Вот так вот у нас все в сертификате прописано. То есть, вот у нас в этом стандарте описан формат данного сертификата. Ну, и кроме того, опять же, вспомним, что у нас выдает сертификат на определенное время. И в каждом свидетельстве прописано время, на которое он рассчитан. И если вы вовремя оплатили, то вам еще до окончания срока действия выдается новый сертификат. То есть, ну, как в банке. Карточка истекает вам. За месяц приходит сообщение. Придите, заберите новую карточку. Бывают такие не очень хорошие случаи, когда сертификат ключу утекает. Ключ истек вам нужно... Не истек, а украден, скомпрометирован. И вам нужно сообщить об этом всем остальным, чтобы они не пользовались. Стандарт XPS9 поддерживает список аннулированных сертификатов. То есть, когда мы проверяем сертификат, мы за одним проверяем этот список. Список выпускается регулярно. Имеет, опять же, определенный стандартный вид. В нем стандартно все сертификаты находятся, аннулированы и дата аннулирования. Ну и для удобства работы, чтобы не скачивать постоянно огромный список, у нас используются дельты к списку сертификатов, то есть изменения. И мы, скачивая изменения, которые, конечно, много меньше к основному листу, то есть мы основной лист имеем, и дополнительно дельты к нему скачиваем, и получаем актуальный лист сертификатов и отозванных аннулированных сертификатов. Ну и все вот это создает так называемую структуру открытых ключей. У нас есть несколько вариантов структуры открытых ключей. Ну, например, X509. Ну, в зависимости от данного стандарта. ПКИ на основе 509 имеет достаточно жестко представленный режим работ. Он регламентирует выпуск, возобновление и аннулирование сертификатов. Также он хранит ключи. Он взаимодействует с другими протоколами. Ну, вот, например, на основе этих ключей у нас ТЛС, ССЛ, IPSEC работает. И обеспечивает управление доступом к этим ключам. Вот такие режимы работы. Кроме того, он регламентирует модель доверия. Ну, фактически, тут получается, что у нас модель доверия связана с конкретной реализацией ПКИ. Потому что каждый ПКИ имеет свою модель доверия. Модель доверия иерархическая. Ну, вот это как раз модель для 509, X509. У нас есть главный, и у него под центры доверия. Ну, так получается, что у нас вот этих вот верхнего уровня, сертификат уторити, не один, а несколько. То есть несколько центров выдачи сертификатов. Ну, они были созданы на волне интернет-бума. Некоторые пропали, некоторые вот остались жить. И они никак не связаны. И поэтому вы храните эти сертификаты всех этих центров. Ну, вот, как бы от одного дерева. Ну, нужно понимать, что реально у нас таких деревьев несколько. Они никак не связаны. В принципе, достаточно хорошая модель. Недостаток, наверное, тот, что ее нужно поддерживать. А за то, чтобы она поддерживалась, нужно платить. И поэтому сертификаты X509 стоят определенных немалых денег. Поэтому возникают все время попытки сделать бесплатную сертификацию. Бесплатные сертификаты уторити. Ну, вот, например, Let's Encrypt. Самая последняя рабочая вот система для работы. Кроме иерархической системы, у нас может быть система «Каждый с каждым». То есть, вы сами устанавливаете доверие. Ну, и вот такая модель «Каждый с каждым» позволяет забесплатно сделать PTI. Вот в таком виде. Вы сами. Ну, естественно, плохо она масштабируется. Она хорошо работает в рамках PGP. При работе с почтой. Потому что PGP не только с почтой может работать. Когда вы устанавливаете взаимоотношения, подтверждаете ключи нескольких человек, с которыми вы переписываетесь. Ну, я не думаю, что вы больше, чем 100, чуть больше человек, постоянно переписываетесь. Поэтому вот в этом случае модель даже плохо масштабируемая, работает, не требуя с вас каких-то финансовых вливаний. То есть, у нас из-за бесплатности почта с шифрованием PGP, она использует эту модель доверия, намного более популярна, чем почта Смайм. А Смайм использует сертификаты X509. Ну, резюме о том, что у нас можно использовать как для обмена симметричные ключи и для несимметричных ключей. Если мы простой обмен будем делать ключами, то нам очень много связей нужно сделать. Если же у нас нужно масштабируемое решение, то можно применять КДЦ, то есть это обмен ключами с третьей стороной. Можно применять подходы сеансовые без КДЦ. Это я, значит, КДЦ. Несколько видов подходов КДЦ, например, Нитхема Штрёдера и Атвея Рииса. Как самая популярная реализация, которая ассоциируется с КДЦ, это Керберас. У нас можно создавать ключи без КДЦ, взаимодействовать. Для этого есть протоколы типа Дифи Хеллмана. Ну, тут у нас Дифи Хеллман как базовый протокол и его улучшение, например, протокол от станции к станции, который за счет сертификатов нечувствителен к атаке Man and Middle, только посередине. Ну и для того, чтобы распределять открытые ключи, используется сертификат АТОРИТИ. Есть стандарт сертификата АТОРИТИ X509. Также под X509 создается ПКИ, то есть модель доверия. И есть несколько моделей доверия. Иерархическая, каждый с каждым, сеть доверия. И X509, например, использует иерархическую сеть. Ну, и тут у нас идут контрольные вопросы, на которые желательно, чтобы вы ответили. Субтитры создавал DimaTorzok